Пора Сказала она семье, но слезы текли сами. Когда она, наконец, выпрямилась, то сквозь туманную пелену слез увидела, что мужик, обнажив клинок, обматывает его белой тканью, чтобы осталось сантиметров двадцать голой стали. Покончив с этим, он положил саблю на пол, расстегнул город мундира, на жену он больше не смотрел, его пальцем листью гляднули за другой плоские медные пуговицы, обнажив с волой грудью, потом живот. Забеспокоившись достаточно на острые сабли, он не сильно полоснул себя по ноге. На коже вспыхнул умец, кровь тоненькими ниточками побежала по телу. Рейка впервые видела кровь мужа, у нее перехватило дыхание, она взглянула по ручку в лицо, но он оценивающе смотрел на разрез. Рейка сразу стала спокойнее, хотя она понимала, что это чувство спокойствия ложное. Тогда панучик поднял глаза и впился в лицо жирный, жестким и истребенным взглядом. Клинок он установил перед собой, сам приподнялся, чтобы тело нависло над саблей. Потому как напряглись мускулы плеч под кителем, было видно, что поручик собрал все силы. И яростный крик разорвал тишину комнаты. Поручик на него сюда сам, но ему показалось, что кто-то другой проткнул его толстым железным прудом. Глаза потемнела, и на несколько мгновений он перестал понимать, что с ним происходит. Дышать было трудно, грудь тяжело вздымалась. Где-то очень далеко не может быть, чтобы это происходило в его теле. Проделась чудовищная пора, словно там раскололась земля из трещин. Вырвалась огненная лава. Со страшной скоростью боль подкатывала все ближе и ближе. Поручик в пинте, зубами в нижнюю губу, сдерживая крик. Вот оно, Харагири подумал он, будто на голову обрушился небесный свод, будто зашатался весь мир и перевернулся. Воля и мужество, казавшиеся нескрушимыми до того, как клинок пронзил тело, вытянулись тонкой стальной ниткой. И мысль о том, что надо изо всех сил держаться за эту нитку, напомнила поручика тревожной тоской. Он вдруг увидел, что рука и белая ткань покрыты кровью. Странно, подумал он. Испытывая такую муку, я ясно вижу, что мир существует, а мир существует, как прежде. Лицо его страшно погледнело, словно на него опустился белый занавес. Рейка изо всех сил боролась с неудержимым порывом броситься к мужу. Делать этого нельзя. Она должна сидеть и смотреть. Она свидетель. Такую обязанность возложил на нее супруг. Он был совсем рядом, на соседнем татане. Она отчетливо видела его искаженное лицо. В нем отчетливо читалось невыносимое страдание. Но Рейка не знала, как помочь любимому. На лбу поручика блестели капли пота. Он зажимурил глаза, потом открыл их кровь. Взгляд его утратил всегдашнюю ясность, оказался бессмысленным и пустым. Боль все росла, набирала силу. Поручик стал существом иного мира. Вся суть его бытия сконцентрировалась в страдании. Со дня свадьбы весь смысл жизни Рейка заключался в муже. Каждый его вздох был ее вздохом. А сейчас он существовал отдельно от нее, в плену своего страдания. И она, охваченная скорбью, не может ему помочь. Боль хлынула потоком, разливаясь шире и шире. Казалось, живот гудит, как огромный колокол. Нет, как тысяча колоколов, разрывающих все существо поручика. При каждом ударе пульса, при каждом выдохе. Реалов, разрывающийся. Реалов, разрывающийся. КОНЕЦ Пол вокруг стал красным, по брюкам стекали целые лучи крови. Одна капля маленькая птичка долетела до соседнего татами и залила на белоснежном гимону рейка. Поручик еще сильнее вдавил саблю в себя. Горло вдруг подступила дошнота. Он хрипл и зарычал. От спазмов боль стала еще раз терпеть. Голова поручика упала. Глаза сузились, превратившись в щенки. Вдруг офицер выплел. От резкого движения, откинутая назад голова, громко ударилась за тунком о стену. Рейка изумленно подняла глаза. Увиденная ею маска была не похожа на человеческое лицо. Глаза уволились. Кожа покрывала мертвенная сутность. Скулый рот прообрели цвет засухшей глаза. Правая рука поручика с видимым усилием подняла тяжелую саблю. Выжение было бедным и неуверенным, как у заводной куклы. Поручик пытался направить непослушное острие себе в горло. Рейка сосредоточен и наблюдал за мужем. Острие сабли тыкалась в жесткой шитью в бедной пубовице. И никак не могла попасть в цель. Она не могла больше выносить это зрелище. На четвереньком подпадала к мужу покровавой лужи. Белое гимоно стало красным. Оказавшись за спиной мужа, она резко раздвинула края воротника. Поручик из последних сил вонулся навстречу к венку. Старь, антина, шею насквозь, брызнул в фонтан крови. И поручик затих. Воцарилась мертвая тишина.